Волоком по земле Давай, давай, тащи, тащи Нижнекамец показал, как работают службы по отлову собак Под 50 градусов Цельсия Баня идет с четверга до недели Почему порыв трубы на химиков 76Д не спешат устранять? Гектары конопли Жечь данные растения Полицейские проводят операцию МАК-2022 Паркет по всем стандартам Это мечта отделения баскетбола Спустя 40 лет в первой спортшколе Начали менять пол Парад комбайнов На ремонт каждого комбайна потратили по 2,5 миллиона рублей Агрономы продолжают Заготовку корма на зиму На телеканале НТР24 новости Нижнекамска Студия Алмас Кашаев Здравствуйте Тащат за лапы и за шею Прямо по асфальту Нижнекамец снял процесс отлова бездомной собаки Приятного в этом зрелище мало Специалисты службы с четвероногим не церемонились Очевидец усмотрел в этом жестокое обращение с животными Светлана Шумкова подробнее Это видео Нижнекамец снял сегодня на улице Спортивная Двое мужчин волокут собаку за задние лапы А ее голова находится в специальной петле Свидетеля возмутили методы работы Тем более все происходило днем на глазах у детей В комментариях пользователи разделились на два лагеря Одни поддерживали автора видео Отметив, что процесс негуманный Другие же ничего жестокого на видео не заметили Как собаки кидаются на детей и людей Все жалуются, почему их не ловят Сейчас ловят, не нравится Раньше просто отстреливали их Теперь ладно, хоть гуманией стали Ловят, прививают и отпускают О господи, где закон? Это просто ужасно Немедленно привлечь к ответу, изверги Хоть одна хорошая новость Начали борьбу с блохастыми Видно ведь, что собака не агрессивная Отловом в городе занимается подрядчик Из Ульяновской области ИП Мадьянкин С которым исполком района заключил контракт В начале 2022 года По итогам электронного аукциона В услуги входит отлов, перевозка животного в приют И возвращение его в среду обитания Пока пункты контракта компания не нарушала Службы все равно держат работу на контроле И выполнение работы этих своих И пока на сегодняшний день Каких-то серьезных замечаний с нашей стороны не было И оснований на расторжение контракта тоже не было Что касается случая гуманного отношения На мой взгляд, как видно на видео Как бы это кому-то не понравилось Особь довольно-таки крупная И двое человек ее взяв с двух сторон Донесли до машины и погрузили в машину Какого-то особого жестокого поведения Я лично не увидел Что касается последнего инцидента, который попал на видео Специалисты пообещали провести проверку В случае нарушения организуют встречу с подрядчиками И примут решение, есть ли основания для расторжения контракта Светлана Жемкова, Булат Абдульманов, новости НТР Температура как в бане Можно брать веник и париться Речь идет о подвале дома 76Д по улице Химиков Жители уже неделю не могут добиться устранения порыва трубы В квартирах сырость Сегодня нижнекамцы обратились к нам Денис Макаров продолжит У нас здесь банька образовалась Уже баня идет с четверга той недели Действительно жарко так, что даже камера не выдерживает и запотевает Продувные окна в подвале замурованы Потому с сырости конденсат уже как неделю являются полноправными владельцами помещения Жители нам предоставили термометр, с которым можно проверить температуру помещения Кстати, тут действительно самая настоящая сауна В этом можно убедиться, посмотрев на температуру Она тут достигает 41 градус Если вовремя не предпринять меры, то последствия могут быть плачевными На проводах уже есть конденсат Если влага попадет в щитки, возникнут проблемы с подачей электроэнергии Говорит Анатолий Маслов Кончится водичка, конденсат забрался в контакты Все окислится и будут проблемы с поставкой электроэнергии И с работой приборов зимой Открытие-закрытие хлопанов Это надо будет все перебирать, все чистить Жители считают, порыв можно было бы легко устранить за 4 часа Только вот на их просьбы сотрудники водоканала не реагировали Вызов постоянно откладывали Людей нет, идет опрессовка по городу Так что у нас все люди заняты Поэтому пока ваша заявка в работе Так скажем А хотя идет тут авария Там написано прям так Аварийная ситуация В заявке написано, что это аварийная ситуация Но если аварийная ситуация, значит должны были отреагировать моментально Все испарения, они осядут на полах первого этажа А дальше гниль, грибки, болезни, аллергии Выехать на место аварии специалисты не могли из-за большого количества порывов Но до проблемного подвала сегодня работники водоканала все-таки добрались Проблему обещали устранить и до 5 часов вечера Денис Макаров, Максим Липин, Новости НТР Более полутора миллиона рублей придется выплатить городским школам И детским садам за вывоз мусора Гринта отсудила у ряда образовательных учреждений долги И заранее предоставленные услуги Об этом свидетельствуют материалы банка решений Арбитражного суда Татарстана Погасить долги, выплатить пени и госпошлины Должны будут 11 детсадов и 6 школ города Номера учреждений указаны на экране Среди них и 27-я школа У нее самый большой долг 280 тысяч рублей Если у вас есть чем с нами поделиться Или хотите пожаловаться Звоните на номер 40 07 70 Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru Или по ватсап на номер 8 917 93 73 077 Уничтожили пламенем плантацию дикорастущей конопли Вырубку нижнекамские полицейские провели в рамках профилактической операции МАК-2022 При помощи специальной техники и огня Очистка поля от наркотического растения проходила в течение двух дней Жечь данные растений Приговор вынесенный обжалованию не подлежит Плантация дикорастущей конопли находилась в поле недалеко от села Большое Афанасово В длину кусты разрослись на расстоянии около 100 метров Руководитель хозяйства, кому принадлежит поле Получил предписание об уничтожении наркосодержащих растений В течение двух дней под контролем сотрудников полиции Работники организации при помощи специальной техники Уничтожили весь очаг дикорастущей конопли Вычищать территорию пришлось всеми доступными способами Сжигали огнем, косили, в конце все зачистили трактор Напомним, операция МАК традиционная Направлена она на борьбу с незаконным культивированием наркосодержащих растений А также на выявление и уничтожение таких мест Идет и активный поиск людей, связанных с наркотиками Успехи есть Так, возле деревни Ачи был задержан 37-летний житель Камских полян У него было обнаружено чуть больше 85 грамм наркотического каннабиса Ранее мужчина не был судим Однако теперь ему может грозить уголовная ответственность Александр Халин, Новости НТР Подарки для наших бойцов Горожане начали сбор посылок для 40 нижнекамских добровольцев из батальона Алга В состав набора входят средства личной гигиены, продукты, чай, сахар Острую необходимость солдаты испытывают в других бытовых вещах Например, фонарики, батарейки, бензопилы, одноразовые перчатки, штыковые лопаты, зарядные устройства, казаны, 10-литровые бутыли В посылках также можно оставить письма с пожеланиями бойцам Сбор подарков проходит в парке Велике по адресу юности 36Г Это очень важно, это настолько важно для наших военных, для наших воинов Потому что они должны чувствовать поддержку мирного населения Поддержку своих родных, близких, знакомых и вообще всего населения России В эту субботу делегация Нижнекамского муниципального района поедет в Оренбургскую область Учебный центр ТОСКО, где сейчас находится порядка 40 наших ребят-контрактников Которые вошли в состав батальона Алга И когда мы узнали о том, что формируется делегация Наша организация, общественная организация женщин Нижнекамска, депутатская организация женщин города и района Вышла с инициативой тоже подключиться в рамках подготовки токации Объявить проект, это вот собрать для наших ребят подарки с любовью из Нижнекамска Наша телерадиокомпания и РУСФОНД продолжают совместный проект помощи тяжелобольным детям На этот раз наш рассказ о больной муковой сцедозом 13-летней Диляре Фазыловой Ее семья обратилась к нам за помощью в сборе средств на лекарства на год О том, как помочь в сюжете далее Первый торт я сделала самым обычным, он получился не особо красивый Второй уже получше, третий уже прям полноценный торт Диляра Фазылова любит печь торты, читать и постоянно в поиске новых хобби Кажется, обычная жизнь подростка, но у Диляры муковосцедоз Это тяжелое генетическое заболевание И чтобы жить обыкновенной жизнью Диляре, постоянно необходимо пить огромное количество разных препаратов Делать пять ингаляций в день, держать диету и регулярно заниматься специальной гимнастикой Диагноз подтвердился, когда дочери было два месяца, нам поставили такой диагноз Это был консилиум Тогда это прозвучало, как гром среди ясного неба У Диляры смешанная форма муковосцедоза Болезнь поражает легкие, в них образуется густая субстанция, а это ведет к воспалениям Частые обострения, то есть любая инфекция Ребенок сразу заболевал, это начиналось все с насморка, с затрудненного дыхания Получается, вот эта слизь, которая густая, она ее не могла никак Ну то есть не высморкнуть, так скажем Потом это все спускалось в легкие Также страдает пищеварительная система Организм не может сам полноценно переварить пищу Осложнение этого заболевания развивается Пневмофиброз легкий, плохо работает печень Потому что там уже начинается небольшая печеночная недостаточность Но девочка очень старается, она сама занимается Чтобы жить, лечиться нужно постоянно Препараты очень дорогие На год необходимо 791 965 рублей Помочь Диляре можно, отправив смс со словом «дети» И суммы перевода на номер 5542 Узнать о том, как внести больший вклад, можно на сайте нашей телекомпании и Русфонда Щебнем засыпал яму Мужчина объяснил, почему сделал в СНТ крутой подъем Ранее мы рассказывали о ситуации в садовом товариществе «Шинник» Люди ополчились на соседа, который засыпал улицу большой кучей щебня Теперь людям сложно подниматься на автомобилях по крутой дороге Машины, по словам людей, скатываются назад Мужчина пришел к нам в телерадиокомпанию и объяснил ситуацию тем, что ранее перед его участком была глубокая яма Сыпучим материалом он засыпал ее как раз-таки для возможности движения по улице Я засыпал яму на дороге между двумя соседними огородами, один из которых мой Эта яма ни в коем случае на профиль дороги не повлияла А на профиль дороги влияет склон, естественный склон, данный нам матушкой природы А чтобы ликвидировать склон, я не специалист, считаю, что туда надо просто от болота, которое в нижней части, посыпать грунта, сделать более плавный спуск Новый, цифровой В ЦРБ Нижниканска привезли современный маммографический аппарат Приобрели его в рамках республиканской программы модернизации первичного звена здравоохранения Пациентки, прикрепленные к поликлинике номер 2, уже могут пройти на нем обследование По словам врачей, аппарат позволяет делать снимки в цифровом формате и при необходимости отправлять их в иногороднее медучреждение Планируется, что новый кабинет маммографии будет работать в две смены На этой неделе он будет открыт до 15 часов, а уже со следующей начнет работать с 8 утра и до 5 вечера по адресу проспект Строителей, 10 В После консультации маммолога, терапевта, онколога, женщины приходят на это исследование, чтобы исключить онкопатологию И позволяют более в ранних стадиях заболевания выявить онкопатологию, что позволяет провести лечение в более ранних стадиях И провести лечение с минимальными косметическими потерями для женщин, что также очень важно для них Медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях Наши новости можно найти и на официальном сайте ntrdefis24.ru Там же идет круглосуточная трансляция канала Проверили готовность новой школы Полилингвальный комплекс Адамнар посетила комиссия во главе с депутатом Госдумы Айдар Медшином Экскурсию по зданию провел директор учебного заведения Артур Галиахметов Кабинеты полностью укомплектованы оборудованием Большое впечатление на делегацию произвел актовый зал школы, схожий по размерам с главной концертной площадкой города Дома народного творчества Коридоры широкие, столовая способна принять одновременно более 200 человек По Адамнар могут учиться 1200 учеников В первый год наберут только 700 человек с 1 по 7 классы Мы практически полностью укомплектованы учителями Преподавательский состав довольно-таки сильный И в основном это опытные учителя Молодые учителя тоже есть Но в основном, как я уже сказал, это учителя, которые имеют первую и высшую квалификационную категорию Не хуже, чем в казанском баскет-холле В спортивной школе номер один специалисты приступили к укладке нового современного паркета Старое покрытие, сколоченное из досок, верой и правдой прослужило больше 40 лет Ремонт без преувеличения можно назвать долгожданным Я вас пригласил в зал Это мечта отделения баскетбола Не разбитый пол, конечно, а то, что появится уже совсем скоро Новый паркет Его руководители, тренеры и спортсмены ждали больше 40 лет Сейчас идут подготовительные работы Для начала нужно залить бетонные формы Их будет около 2000 Это трудоемкая работа И здесь заливается бетон марки 300 с какими-то добавками Это как металл И они идут через каждые полметра по всей долине Потом на него ложатся лаги Потом ложится обрешетка И потом уже идет паркет Конечно, современный паркет имеет ряд достоинств Такие, как звукоизоляция, ударопоглощение, амортизация Максимально ровный отскок мяча И самое главное, благодаря современным технологиям Риск получить травму на таком покрытии минимальный Старое покрытие таких свойств, конечно, не содержало По большому счету, это были простые, сколоченные между собой доски В зале спортивной школы они оказались только потому, что в конце 70-х Стерить кроме них было нечего Но это еще не все Их в прямом смысле вылавливали из реки В челнах ловили плоты Их вылавливали, напиливали Но были установки, где их обрабатывали, сушили Значит, расторами каким-то укрепляли Потому что вот сейчас мы снимали И люди, которые увидели, что мы выбрасываем Они такие же новые как будто Вот так они сохранены Новым паркетом покроют две площадки И большую, и малую Само покрытие в Нижнекамс должно прийти в конце июля Его стоимость около 5,5 миллионов рублей Получили его за счет средств гранта Также на территории продолжается обшивка фасада И замена кровли Так что к новому учебному году Спортивная школа встретит воспитанников во всей красе Александр Халин, Новости НТР 15 центнеров на одну условную голову Сегодня подвели итоги заготовки кормов После первого покоса Работы продлятся до поздней осени Сейчас параллельно с ними начнется и уборочная кампания Зерновых и технических культур Готовы ли к ним наши комбайны Узнавала Анжелика Степанова С ним я катался И он учил меня всему Бил, да Выкидал, да, из комбайна Не слушал, да Вот Все научил Он отец меня О работе комбайна Николаю Тимофееву рассказывали с 5 класса Еще ребенком он делил кабину вместе с отцом Спустя много лет сам сел за руль Говорит, своим комбайном с ласковым именем Машка Может управлять закрытыми глазами За 8 лет работы изучил все нюансы Через стекло смотришь Если мусор пошел Решете чуть-чуть закрываешь Если меккин От зависимости Грохот Там вот тут стекло есть у нас Посмотрите Уж Грохота Зерно чистый пошел Чуть-чуть Открывать надо Решете Такая увлеченность работой дала свои плоды Николай – один из лучших трактористов республики Это звание он подтвердил на соревновании Трактор-шоу в Казани Там для механизаторов со всего Татарстана Подготовили полосу препятствий Наш комбайнер пришел к финишу вторым Николай справится с любой работой Но готов ли к ней его комбайн Решает комиссия Сегодня она отправилась в Прикамске На смотр техники Каждую зерноуборочную машину проверили на герметичность Для этого в жатку сыпали зерно и сено Пока результаты у нас достойные Комбайны отремонтированы качественно Есть мелкие недоработки Но каждый комбайнер сегодня эти ошибки знает Я думаю, в течение одного дня они исправят это все И самое главное В этом году у нас очень трудная уборка предстоит Либо полеглые Все для этого Затуплено, степлоподъемники и все остальное Я думаю, нам просто в этом году нужно Немножко удачить Сейчас в РПК Априкамске трудится 112 человек Работают на 6 единицах техники В этом году на ремонт каждого комбайна Потратили по 2,5 миллиона рублей Это позволило увеличить их производительность Сейчас сменная норма в 33 тонны любой зерновой культуры Выполняется в двухкратном размере Также на встрече подвели итоги первого покоса трав В этом году на территории Нижнекамского района 14,5 гектаров кормовых культур Их начали убирать еще в начале июня И завершат работу только глубокой осени На сегодня по району уже первый укос заготовки кормов мы закончили Многолетних трав я имею ввиду На сегодня подготовлено и заготовлено уже 15 сетевых кормов Единственную условную голову То есть это уже начало уборочных работ было Но вот скоро, через недельку, может даже на той неделе Начнем заготовку сенажа со второго укоса многолетних трав Всего сейчас в районе обработано 50 тысяч гектаров земли Из них 24 тысячи это зерновые культуры И еще 12 тысяч технические В уборочных работах будут участвовать 54 комбайна Если погода позволит, они приступят к работе в ближайшие 10 дней Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, Новости НТР В поисках приза на ежегодный велодозор в этом году заявилось 60 человек Участникам квеста необходимо было быстро сообразить и найти код После чего получить новое задание О том, кто справился быстрее всех, расскажет наш корреспондент Вы получаете локацию, локация зашифрованная Перед выездом обязательный инструктаж, только потом в путь На двухколесном коне участникам велодозора предстояло доехать до 8 популярных точек города Это такая активность для нашей молодежи Когда ты не хочешь сидеть дома и ты можешь выйти Во-первых, это ЗОЖ Во-вторых, это классное времяпровождение И развивает твою логику Вообще интеллект, в принципе Поэтому все участвуйте Идея объединить велоспорт и квест появилась 3 года назад Для участников это не просто отличное времяпровождение Но еще и способ найти друзей Каждый раз появляются все больше желающих попробовать свои силы Конечно же готово Коллективное общение Новые знакомства Всегда это привлекает, всегда это интересно Впервые вообще на таком мероприятии Организованное от молодежного центра «Ковер» Посмотрим, во что это выльется в итоге Участники квеста путь выбирали сами На выполнение каждого задания давалось 25 минут Ездокам нужно было найти код, отправить его координатору После чего получить новое задание Победителем должен был стать тот, кто нашел все локации и коды Правда, проливной дождь сделать это помешал Но все результаты были сохранены Продолжат в начале августа Денис Макаров, Максим Липин, Новости НТР Это все новости на сегодня Далее прогноз погоды Будьте здоровы и до свидания В пятницу 22 июля в Нижнекамске ожидается солнечная погода Температура воздуха днем плюс 23 градуса Ветер восточный до 2 метров в секунду Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба В субботу ожидается жаркая погода Субботу ожидается жаркая погода